Ну что, милан? Ну что, друзья, здравствуйте! Давайте мы сегодня, знаете, что сделаем? Обожаемые пирожки Алексея Анатольевича. Леша очень любит пирожки. Курица, рис, яйцо обожает, и зеленый лук. Традиционные такие русские пирожочки. Друзья, мы сегодня с вами их приготовим из нашего пушистого, восхитительного просто теста. То тесто, из которого мы делаем пирожки для нашей кондитерской. Его обожают все, мы, наши гости. Воздушное, вкусное, невероятно, на сливочном масле. Друзья, вы сейчас увидите, как это просто и быстро делать. У меня здесь мука и соли. Здесь у меня теплое молочко. Теплое это какое? Я, когда сюда опускаю пальчик, мне должно быть там тепло, комфортно, уютно. Ни в коем случае мне не должно быть горячо, и ни в коем случае мне не хочется оттуда убрать палец. Вот мы так проверяем. Иначе мы можем обжечь наши дрожжи. Поэтому используем исключительно тепленькое молочко. Здесь у меня теплое молочко, сливочное масло. А, здесь, кстати, еще сахарный песок. То есть здесь все сухие ингредиенты, здесь мокрые. Желток. Желток, да. И я добавляю сюда дрожжи. Дрожжи все используют разные. У меня здесь обычные сухие дрожжи, которые нужно добавлять в жидкость, не в муку. Потому что, вы знаете, мы много раз использовали на видео дрожжи, которые нужно добавлять в сухое, и не требуют они замачивания. Это не такие, поэтому я их добавляю здесь в молочко. Молоко, между прочим, можете разбавить, половину сделать с молоком, половину водичку налить по рецепту. Я, ну, это, вы знаете, у нас лучше, если вдруг у вас молока не оказалось дома, где-то там на дне бутылочки болтается, можете смело с водой его размешать. Так, хорошенько перемешиваю здесь дрожжи, чтобы быть уверенным, что они здесь у нас разойдутся. И наливаем на муку. Как же вкусно дрожжи пахнут, обожаю запах дрожжей и молока. Я всегда вам говорю, что для меня запах дрожжевого теста, я всегда Пасху вспоминаю. Сейчас скоро Пасха, будем готовить с вами куличи. Все, надеваю перчатку, чтобы к руке тесто не прилипало, и замешиваем нежное-нежное тесто. Оно будет такое липучее достаточно, поэтому с легкостью мы его перемешиваем. Муки больше не добавляйте, если вам будет казаться, что оно липкое. Оно такое и должно быть, в этом и вся соль этого теста, потому что оно не забитое мукой, воздушное получается и мягкое. А вот уже после расстойки, когда мы будем делить тесто на кусочки, для того, чтобы уже раскатывать наши пирожки, вот тогда там мы уже будем подпылять их муки. Все, смотрите, какой комочек теста у меня получился. Со стенок все тесто у меня снялось. Если я вот без перчатки сюда полезу, то такое липучее тесто у меня получается, поэтому нужно замешивать перчаткой. Вот, и это хорошо, пускай оно такое у нас липучее остается, мукой не забиваем, и идем на расстойку. Что мы делаем? У меня сейчас духовка включенная на 50 градусов, я ее выключаю, ставлю на дно духовки ковшик с горячей водой, у меня там создаться такая банька тепленькая, влажная, и ставлю на расстойку. Духовку, естественно, выключаю, и пока я все эти процедуры открыла, закрыла, буду делать, в духовке будет примерно где-то 30-35 градусов. Все, и оставляем тесто на расстойку на минут 30-40 примерно. Все, ребята, у меня, посмотрите, поставила туда тесто, и ковшик с горячей водой прям рядышком вот так вот ставлю, и закрываю. Сейчас здесь у нас влага теплая образуется, это идеальное вообще пространство, атмосфера для того, чтобы тесто, дрожжи сработали корректно, и тесто поднялось. Оно сейчас у нас будет просто восхитительным. И пока мы ждем его расстойку, мы сейчас будем с вами делать начинку. Ну что, друзья, самое время приготовить начинку. Как я сказала ранее, у нас это будет рис с яйцом вареным. Очень часто, когда где-то покупаешь эти пирожки, рис бывает переваренный, в кашу комками такими, это очень невкусно, мне это не нравится. Сегодня мы с вами сделаем рассыпчатый рис, и, хотел сказать, и рассыпчатое яйцо. Поэтому, ребята, моя задача сегодня приготовить рассыпчатую начинку, вкусную, такую, чтобы прям вот удовольствие получить. И сегодня мы с вами будем использовать не обычный рис, а у меня это будет рис смесь басмати и калифорнийского дикого риса. Мы с вами уже готовили несколько блюда из этого риса, и я вам про него рассказывала. Рассказывала про то, что это даже и не рис, а просто это из семейства злаковых. И только благодаря своей вот этой вот форме, продолговатый, вытянутый, похож на рис, и обладает миллиардом полезных свойств микро- и макроэлементов. И содержит он значительно больше белка и меньше калорий. Волшебный продукт. Давайте я вам его вблизи покажу, посмотрим на него с вами вместе. Смотрите, как это красиво. А теперь представьте, этот рис, как будет у нас в пирожке необычно выглядеть, и что самое главное, вкусно. Как я сказала, это смесь басмати и дикого риса. Они даже по форме, видите, одинаковые, и поэтому это будет очень-очень интересно. Все, ребята, залила водой, чуть-чуть промыла рис, залила водой, ставлю прям на хорошую такую максимальную скорость, чтобы сильное кипение у нас было. Давайте я водичку еще посолю, водичку у риса я всегда так хорошо солю от души. Пускай вот от соленой водички у нас варится. Ребята, у нас сварился рис, хочу вам показать, какой он получил. Смотрите, сдалека, как красиво, видите, рассыпчатость. Вот эту я вам хотела показать, все мимо насыпала, хотела вам показать, давайте вблизи. Вот он сварен идеально, видите, в кашу у нас не превратился, и начинка будет вот такая вот рассыпчатая. А вот эти вот рисинки придадут нам вкус такой чуть-чуть ореховый, где-то дикий рис, который калифорнийский, придаст нам чуть-чуть копченого привкуса и придаст чуть-чуть орехового вкуса. Вы представляете, вот в этих вот классических пирогах, пирожных, классическая такая вот начинка рис-яйцо и зеленый лук, и вот с этим вот рисиком. Представляете, какой кайф вообще. Подпыляем стол мукой. Смотрите, оп, смотрите, какое количество пузырей в нашем тесте. Вот такое вот оно у нас, еще раз мы его обминаем для того, чтобы выпустить оттуда газ. И сейчас нам нужно разделить на тесто, которое уже пойдет на пирожки. Можно на весах делать, я не буду заморачиваться делать на весах, буду просто вот так вот откусывать визуально. Как мне нравится, так и буду делать. Ребята, и еще раз я их в шарик вот так вот делаю, хорошенько припудриваю поверхность, накатываю шарик и кладу шарик. Сейчас я его накрою пакетиком. Они чуть-чуть у нас здесь должны подняться, только тогда мы сможем с ними работать комфортом. То есть мы делаем, по сути, такую вторую расстройку, только мы их никуда сейчас относить не будем. Ни туда вот в духовочку, в теплую атмосферу, ничего. Тесто и так тепленькое. Просто накроем его пакетом, чтобы оно не заветрилось, корочкой такой не покрылось. И оно тепленькое, само себя второй раз поднимет. Пока мы сейчас будем смешивать начинку. Ребята, включила плиточку. То есть мы не просто будем эти ингредиенты между собой перемешивать. Лук зеленый мы с вами чуть-чуть поджарим. И это будет намного вкуснее. И потом еще добавим туда рис. Сейчас здесь у меня растительное масло. Включила плиточку, нарезаем лук. Не супер мелко, не супер толсто. Все, скидываем на сковородочку. Ребятки, посмотрите, как калернулось, чуть поджарилось. И в этот момент я сейчас добавлю сюда кусочек сливочного масла. Твой вкуснейший сливочный аромат. Скидываем сюда рис. Все. Ребятки, вот прошла минутка, как я скинулась сюда рис. По сути, мы его просто обваляли, можно так сказать, в масле. Он весь его впитал. Отправляем в тарелку, где сейчас будем все это смешивать. И я тут уже нарезаю яйцо так же. Тоже так меленько. И вот сюда к рису. Все, последнее яйцо добавили. Смотрите, идеальное количество лука, зелень, риса и... Клубники и яйца. Ребята, в голове столько информации. Я сегодня обедаю с сестрой, разговариваю. И, наверное, из 20 слов, которые я сказала, 10 слов я замещала такими словами, как штука, ну вот это, вот это, вот это. Она меня просто понимала по каким-то таким этим, потому что в голове просто поток информации. Говорю одно, думаю о другом. Параллельно тут у меня один звонок, тут другой звонок. Просто в голове какая-то каша. Клубника, короче. Клубника в голове, в смузи клубничный. Короче, друзья, у нас получилась невероятно вкусная начинка. Более того, у нас ее получилось много, а пирожков будет не так много. И Леша сказал, что и это прекрасно, потому что я съем вот это вот все. Между прочим, кстати говоря, да, это еще такая азиатская ведь тема. Сколько раз мы были в Таиланде, и вот эта уличная еда, когда жарили рис, добавляли туда яйцо прям сырое такое. Вот Леша обожает вот тут все смесь, месиво всех вот этих вот ингредиентов. Вот, и он прям говорит, я съем этого, это мне гарнирчик будет. Пахнет, пахнет просто фантастика. И вот все-таки рис очень важную роль имеет здесь, потому что это основной ингредиент, да. И какой вы выберете рис, с каким ароматом, тот и основной аромат у вас будет. Поэтому, друзья, разно... Кстати, вот этот вот калифорнийский рис, да, это не просто там к нему нужно подбирать какие-то особые блюда. До рецепта. Нет, просто замените его привычным рисом или смесью. И сразу что-то такое интересное получается. Я, между прочим... Сейчас я вам фоточку здесь вставлю. Я где-то пару недель назад сделала плов с этим рисом. Ребята, вы не представляете, какой это вкусный рис получился. Это была смесь рисов, ассорти. Просто мы этот рис ели вот так вот на три дня. Это было безумно вкусно. Все там прям по фэшу с бараниной, с луком, с морковью. И при этом обычный рис заменила вот на смесь вот этого. Это было великолепно просто. Тесто подошло, между прочим, очень-очень быстренько, воздушное стало. Мы это еще делаем для чего с вами? Потому что, помните, каждый раз, когда мы работаем с тестом, я всегда вам говорю такой момент, что когда тесто только поднялось, мы его обминаем, весь газ оттуда, вот этот вот плохой, лишний, выходит. И нам нужно опять чуть-чуть дать ему постоять, для того, чтобы, возможно, было его растягивать. Неважно, что мы делаем, сенабоны, или мы делаем даже бездрожжевое тесто, когда делаем вот это вот вытяжное, я из него кутабы делаю. Ему тоже всегда нужно отдохнуть, чтобы сработал глютен, и когда мы его растягивали, чтобы оно обратно не скукоживалось. Потому что иначе оно такое резиновое получается, и обратно кукожится. Все, раскатываем начинку. Смотрите, как это красиво, а посмотрите, как это интересно, вот эти вот черненькие рисинки. Безумно вкусно, пахнет нереально. Алеша! Короче, ребята, вот такую делаем треугольную форму, и причем я хочу шов оставить сверху. Не хочу я его переворачивать, мне нравится вот этот шов, это очень красиво, такой прям, не знаю, растягая, или как это называется. Короче, это очень симпатично. Все, ребята, пирожки у меня на противне, и сейчас финишная окончательная у нас расстойка. Она происходит гораздо быстрее, чем первая. Мне кажется, буквально минут там 10 максимум нам понадобится. Все то же самое. Духовка теплая, кушечка воды туда, и противень. Все, поехали. Ох, какие помпушечки! Ребята, вот только посмотрите! Так, где-то у нас тут даже дырочки образовались. Тесто так хорошенько расстоялось, потрясающе просто! Все, у меня здесь, смотрите, желток. Чуть-чуть со сливками я его разбавила. Можно с молочком, чтобы чуть-чуть пожиже было, удобно было распределять. И размазываем. Все, ребята, размазали желток и отправляем в духовку. 180 градусов, выпекайте примерно 15-20-25 минут, зависит от вашей духовки. И ни в коем случае не ставьте в неразогретую, дождитесь 180, чтобы тесто вы засунете, и оно, чтобы прям под шелком этой температуры сразу, и вот так вот поднялось, чтобы оно не склеилось внутри. Все, 180 градусов. Друзья, посмотрите, какие они у нас получились. Уже еще тепленькие, но уже остыли. Знаете, как я и говорила, будут глянцевые, красивые. Когда в желточек чуть-чуть сливок или молока добавляешь, всегда появляется вот такой вот глянец. Знаете, как расстоялись, красота невозможная. Даже чуть-чуть бачки склеились, в этом тоже есть какая-то такая, да, изюминка. Советская изюминка. Ох, ребята, посмотрите, количество начинки. Как я и говорила, оно, видите, рассыпчатое, не склеенное. Тесто пушистенькое просто. Просто, невозможно... Пахнет вообще. Надо еще чуть-чуть посолить. Я хочу вам близко показать дикий рис. Он стал такого, как это сказать, темно-карамельного цвета. То есть из черного он такой в коричневатый превратился. Где-то светлее стал. Вот он когда приготовленный, варится, вот такой вот становится. Ну ладно, не буду показывать, поверьте мне на слово. Ребята. Пух. Перфекто. Просто. Сейчас как раз время ужина. Большой чайник, вон я помыла его. Чайник, чай туда такой крепкий, с чабрецом. Вкуснятина. Все, друзья, вот такую вкуснятину мы сегодня с вами приготовили. Простая, домашняя, ну безумно вкусная еда. Мы обожаем с Лешей русскую такую, народную кухню. Вчера, между прочим, мы такие, знаете, едем домой, думаю, чем бы поужинать, что бы приготовить. Перебрали, ну и причем голодные были, хотелось что-то быстренькое сделать, но вкусное. Я говорю, я хочу жареную картошку, салат, огурцы, помидоры с этим, со сметаной и с укропом. И хочу соленые эти, грибочки. Короче, мы зашли в магазинчик у дома, все это купили, пришли домой и реально быстренько, быстренько, за 30 минут все себе приготовили. И с таким удовольствием ели. Такие простые вещи, они такие уютные, такие, такие теплые, душевные какие-то. Я люблю, все такое вот домашнее, уютное, какое-то обнимающее тебя как будто. Ребятки, у меня сегодня все, обязательно приготовьте, это очень прошу сделать. И вот с этим вот диким калифорнийским рисом вы почувствуете разницу, это очень необычно, это очень интересно. Ссылочку я вам оставлю на аккаунт, где очень много есть информации про калифорнийский рис. Почитайте это интересно для общего кулинарного развития. Рецепт будет на нашем сайте, ссылка в описании к этому видео. Целую, обнимаю, всего самого доброго. Пока-пока.